ААСС Екатерина очень импульсивна, самолюбива и тяжело переносит чье-то превосходство Она внутренне обеспокоена в какой-то своей мифической неполноценности и во всем старается превзойти других Это фантазерка, у нее хорошо развито воображение В дружбе и любви она ищет прежде всего надежности, возможности обрести уверенность в себе И душевное равновесие, надежный и светлый человек В представлении большинства людей Екатерина вызывают ассоциации с царским именем, с величавостью и классностью Но в жизни такие женщины чаще всего ничего общего с таким представлением не имеют Самолюбива стремится быть лучше в классе и старается общаться только с избранными Ее природная решительность от талантливости, разумной пережливости и расточительной щедрости Рассчитывая только на свои силы, она нередко пренебрегает окружающими Хотя сама не обладает могуществом, позволяющим ей решить все проблемы Изменения в судьбе, бедности, богатства воспринимают спокойно Ее реакция уравновешена и сдержана Неглупая, величественно спокойная, порой добрая, имеющая достаточно вкуса и такта Интеллигентна и дает почувствовать это окружающим Излишне субъективно склонна все принимать на себя У нее достаточно трудный характер, но живет она интересной и насыщенной жизнью Отсутствует душевная тонкость Эта женщина хорошего настроения, ее темперамент часто можно определить как притоматический Полностью соглашена умственным аспектом их личности Считает себя очень умной Зависит от окружения и обстоятельств Маленькая девочка Катя пролегает своим открытым взглядом и спокойной рассудительностью Обожает различные подвижные игры, хорошо играет с детьми В детском саду быстро всех запоминают по именам Катя очень любит книжки, легко запоминает стихи С удовольствием их декламирует, но девочка не в тщеславе Ждет аплодисментов, какой-нибудь подарок Кате самолюбима, для нее важно быть первой Дружит она с лучшими ученицами, потому что она сама очень нерешительно, стеснительно Ей нужен надежный труд Однако, если учитель неправ и открыто не признает ошибку Она навсегда потеряет для Кати авторитет Катя очень любознательная девочка и любит учиться Она фантазерка, у нее хорошо развита воображение Позрослев, Катя кажется гордой и неприступной, хотя на самом деле она все же такая же несмелая и неуверенная в себе Ей все кажется, что она недостаточно умна, что у нее дурный вкус, что она не сможет ответить так, как надо Она склонна принимать все на себя излишне субъективно На самом деле Екатерина человек с высоким интеллектом, имеющий достаточно вкуса и такта, живет интересной жизнью Она стремится рассчитывать на себя Екатерина очень зависит от собственного настроения Она может быть добрая, величественно спокойная, легко воспутимая, быстро выходящая из себя У нее достаточно трудный характер В коллективе Екатерина старается быть равновешенной и сдержанной Но уж если она кого-то не взлюбит, что бывает редко, сдерживать и скрывать свои чувства она не будет Екатерина прекрасно справляется с работой к любой профессии, приоритета у нее нет Она добросовестна, но работа не занимает ее Она не чувствует, что работа ей необходима Но движимая, честолюбивая, она достигнет заметного успеха Хотя и не внесет чего-то нового, неординарного Екатерина чаще всего руководитель отдела инженеров-экономистов Она будет неплохим журналистом телеведущей В любви и браке Екатерина ищет надежность, возможность обрести уверенность в себе Она не спешит выйти замуж, хотя выбор у нее довольно богатый Чаще она не ошибается, выбирает близкого себя по другу человека Муж он не изменяет, обычно хорошая хозяйка и любящая мать Екатерина умеет создать уют и спокойствие в доме Она становится опорой всей семьи, домочадцы это особенно ощущают Стоит ей куда-то уехать или заболеть Имя Екатерина наиболее близко к Николаю Женское дополнение Елена Елена от греческого Избранная, светлая, сияющая Солнечная, спудораживающая, дуготворяющая, притягивающая, привораживающая Сказочная, радость, состоящая с большим внутренним обаянием С личным взглядом на мир Многие ради нее готовы на все Пожалуй, главное особенное звучание имени Елена состоит в том, что оно начинается гораздо энергичнее, чем заканчивается Больше того, по сути, в нем не наблюдается большого напряжения Однако, контраст между заводным началом и спокойным окончанием способен резко усилить даже это незначительное напряжение Иногда это выражается в стерженности Елены Может быть, даже в ее замкнутости бывает же и наоборот Когда это не совсем понято, и самое внутреннее возбуждение заставляет Елену держаться несколько вызывающе Как будто она только и ждет нападок со стороны окружающего Конечно, такая черта поведения проявляется в характере Елены далеко не сразу В детстве она обычно растет спокойно и ласканым ребенком Да, по сути, остается таким Вот только с подросткового возраста все это начинает маскироваться за ее внутренней борьбой Часто окружающие даже не догадываются, что большую часть времени Елены на нервы натянуты А вот и ей самой это может доставлять немало неприятных минут Здесь кроется большая опасность, поскольку нервное напряжение вызывает усталость и даже душевную боль Елена невольно может начать воспринимать людей и окружающих в ее жизни как источник этой боли У нее может сказываться ощущение для ее, что ее самолюбие, если и не ущемляет, то по крайней мере готова к этому Между тем, как главный враг находится в ней самой, избавиться от него не так уж сложно Просто надо не ждать от людей душевности, а попробовать начать первой, избавив свое самолюбие от болезненности Впрочем, это напряжение очень часто быстро исчезает, если Елена встретит человека, способного понять ее и полюбить Тогда-то и проявляются ее истинные душевные качества, ДМ, и сама она, освободившись от неясной внутренней боли Нередко испытывает огромное облегчение, что делает ее любовь поистине бескорыстной и крепкой При этом, если живет одна Елена блазковна к некоторой лености, то в любви ее скрытые силы освобождаются Что обычно делает из нее не только прекрасную хозяйку, но и дает возможность раскрыться ее туалом в какой-либо карьере Вот только следует опасаться, чтобы неизбежные семейные конфликты снова не привели к росту напряжения в ее душе Если это произойдет, то его и счастье окажется недолговечным Интересно, что если Елена сумеет найти источник душевного спокойствия в самой себе, избавиться от нервного напряжения Без боязни проявить свое доброе отношение к людям Она, во-первых, получит страховку в этом многих жизненных трудностей А во-вторых, у нее будет шанс потаскать в себе удивительные, может быть, даже сверхъестественные способности В общении с Еленой никогда не следует забывать, что какова бы ни была ее маска За ней скрывается ранимая и тонко чувствующая душа Проявите к ней немного тепла, и перед вами появится совершенно другой человек Имя-характер Учится ли она хорошо, у нее отличная память и богатая фантазия Она влюбляется в красиво-хорошочетых учителей, ибо их предмет у нее всегда отлично Она немного замкнута, застенчива, живет в мире своих мечтаний Но это не мешает ей быть жизнерадостной оптимисткой Елена слишком возбудима, капризна, что одновременно является и слабостью, и очарованием Дружит больше с мужчинами почти, подруг почти нет С женщинами отношения складываются нелегко Обиды прощают с трудом, никогда не забудет о нанесении оскорблений Елена очень доверчива и добра, особенно если это для нее не применительно Узнав, что кто-то нуждается в помощи, она тут же возбуждается, готова сделать многое Но вскоре забывает о своих же эмоциях Елена очень любопытна, секреты держать не может, если необходимо Она пойдет на компромисс с собственной совестью, чужой успех ее задевает Она завистлива, в этом случае возбуждается ее собственной амбиции С юности Елена склоняется к работе в сфере эстетики искусства Она талантлива, живет эмоциями, может быть актриса, музыканта, художница, певица, манекенщица Елена независима, умеет общаться с людьми, работа ее увлекает Но она не терпит жесткого распорядка дня, раннего начала службы Елена может любить бесконечно и крепко В любви высвобождаются ее внутренние силы Она способна на ожертвенность, но ждет такое уже отношение к себе Она очень ревнивая, но ни за что не признается в этом даже сама себе Так как считает себя выше столь неизменной страсти Семья не поглощает Елену целиком Она не переживает о вописательном виде упорке, стирке Но тем не менее умеет создать в семье атмосферу покоя и мира Особенно Елена заботится о детях Имя Елизавета Имя Елизавета происходит от древней еврейского имени Которое в переводе значит Бога моя, клятого Бога мы клянусь Хорошее имя, светлое, красивое и надежное Елизавете Себелюбивой, импульсивной, но трезвой, оценивающей свои недостатки Всегда хочется касаться лучше, чем она есть Однако это долгает ее на экстравагантные поступки О которых она потом сожалеет Любит лидерство, но при этом мягка и отзывчива Елизавета рождена для преданной любви Для ее душевного благополучия Очень большое значение имеет мир в семье Работа, подруги, развлечения Стоят у нее на втором плане Счастье она достигает не сразу А потому бесконечно дорожит Она так растворяется в своей любви Что невозможно не полюбить в ответ В целом характер ее непросто Елизавету характеризуют как королева красоты Лиза в детстве жаловливый, непоседливый ребенок Не может спокойно усидеть даже одну минуту Она всюду хочет успеть все узнать Одноклассники любят ее за веселый характер Вернуть рожду Стремится посещать все кружки рукоделия Сумеет шить платье гугли О вкусах не спорит Не всегда говорит, что думает И не всегда делает то, о чем говорит Сентиментально, очень равновешенно Не поддается чешему влиянию Ее крутким видом обольщаться нельзя Она старается сбить с толку собеседника Двухсмысленными намеками Нельзя забывать, что это хитрая и шустрая лисица Ей не свойственно сдерживать свои эмоции Но и успокаивается она легко Пылает настойчиво Но до какого-то предела Столкнувшись сильно и более обычно пасует Интуиция хорошо развита И позволяет Елизавете хорошо подобрать себе окружение Но иногда интуиция подводит Ей трудно переломить тебя и поступить правильно Но не стандартно Глубокий аналитический ум Это безжалостная, это должная наблюдательница Однако любопытство может завести ее слишком далеко Все Елизавете подчинено амбициям и желаниям Ей необходимо вовремя останавливать Иначе все моральные устои просто перестают для нее существовать Очень прямолинейно не умеет приспосабливаться к обстановке Ее честность выражается всегда в желании резать правду Не ощущая боли другого Хотя Елизавета не злая и не скандальная женщина Имея характер Лиза веселый и кривый ребенок Непоседливо, смешливо Всюду зовет свой носик До всего ей есть дело Спокойно может посетить, слушая сказку Рассматривая картинки в книжке В классе ее любится веселно, равном и не дружить Ее хорошие отметки по предмету зависят от умения Учителя синтересовать за компанию с подружками Записывается во множество различных кружков, рукоделия, танцев, спортивных секций Долго ничем не увлекается, хотя все понемногу умеет В старших классах любит планировать свое будущее Представляет себя кинозвестой или врачом Бесстрашное разведчество и путешествие Наряду пышную свадьбу с прекрасным юношем Идеальную семью Взрослая Елизавета Человек себе любимый, пульсивный Однако при необходимости она с ними такая целовка Они всегда говорят, что думают Елизавета умеет наблюдать, анализировать виденное Воображение обычно уступает интеллекту Придумать что-то новое, нестандартное она не может Иногда пытается выдавать чужие идеи и мысли за свои Елизавете необходимо знать, по имя чего она работает Кому необходим ее труд Какое вознаграждение поучит она сама Она чаще работает в электронной промышленности Может быть в теле, радиооператором, педагогом Она умеет ладить с людьми общительно, остроумно В юности у Лизы много поклонников Она обладает даром Легко знакомится с людьми Быстро выходит замуж Но не всегда удачно В повторном браке более опытная, как в выборе мужа, так и в семейной жизни Она находит свое счастье Она сумеет поднять любимого мужчину Найти нужную форму общения с ним Секс для нее наслаждение, приносящее огромную радость Но только вместе с любимым человеком Которому она полностью доверяет Она с удовольствием берет на себя хозяйственные заботы Справляется с ними легко и весело Она с радостью принимает гостей Хочет к друзьям сама Душевное взаимоотношение в семье Для нее главное в жизни Работа подруги Все стоит на втором плане Она преданная и любящая жена Иногда у Лизавида возникает глубоко запретная грусть По неизбывшейся детским мечтам Она имеет прекрасного мужа и чудных детей Но ей кажется, что могла бы добиться в жизни большего Но что-то или кто-то ей мешал На самом деле у нее все в порядке Имеет все то, что заслуживает И что на самом деле я хотела ей найти Аээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...